Ну, мне кажется, что здесь беспокойство чисто чиновника, да, то есть человек считает, что неофиты могут легче принимать, скажем так, да, какие-то экстремистские взгляды и так далее. То есть как чиновника, наверное, его можно понять. Хотя на самом деле, конечно же, такого рода заявление надо делать очень осторожно, потому что не все понимают резоны, с которыми чиновник выступает. Обычным мусульманинам на Северном Кавказе это заявление было воспринято, ну, скажем так, очень неоднозначно. Поэтому, с одной стороны, вот можно понимать резоны, с которыми это было заявление сделано и так далее, но с другой стороны, хотелось бы, конечно же, чтобы таких заявлений было поменьше или хотя бы они были бы сделаны, ну, в несколько других формулировках и в несколько другой форме. Серьезных социологических исследований на эту тему не было, поэтому мы не можем вот прям с научной уверенностью утверждать, что неофиты действительно являются таким серьезным источником экстремистов и так далее. Вот. И поэтому, вот, опять же, любые такого рода заявления должны быть основаны на каких-то фактах, на каких-то серьезных материалах. Ну, понятно, что есть и из числа неофитов тоже люди, которые там заражены экстремистской идеологией, уехали в Сирию и так далее. Но, вот, я, например, этнограф, я провожу исследования на Северном Кавказе, и у меня, если честно, нет серьезных подтверждений того, что именно вот неофиты являются таким вот серьезным источником и пополнения, скажем так, рядов экстремистов. То есть, у меня, наоборот, есть достаточно много материала о том, как люди из вполне традиционно мусульманских регионов, допустим, да, присоединялись в той же Сирии. Вот. То есть, в любом случае, вот этот вопрос требует серьезной проработки и серьезного анализа. Трудно говорить о какой-то судьбе, принявших ислам. Ну, очевидно, что тем, кто, допустим, принял ислам, будучи не представителем мусульманского народа, естественно, им гораздо труднее, да, и естественно, что им приходится проходить через какие-то трудности, через какие-то конфликты с родственниками, скажем так, да, через неприятие в том же обществе и так далее. И я вот как раз возвращаюсь к тем, да, к первым вопросам, хотел бы сказать, что, наоборот, биографии многих неофитов говорят о том, что они лучше, более стойко, скажем так, да, воспринимают трудности. И как раз-таки многие из них менее подвержены каким-то радикальным там, да, решениям и каким-то радикальным там идеологическим установкам. То есть, эти люди, наоборот, часто очень демонстрируют очень, ну, более высокую, скажем так, даже психологическую устойчивость по сравнению с другими мусульманами, с теми, кто, вот, скажем так, из традиционных, да, народов, из традиционных регионов. И вот этот факт, кстати, тоже вот очень достоин серьезного внимания и интереса.